Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что может принести ребенку Вот этот самый картридж Сейчас я имею в своем распоряжении Почти полторы тысячи разного рода видеоигр И об этом кстати есть большое видео у меня на канале Но сейчас речь не о нем Да, я видеоигры коллекционирую И многие могут не понять этого увлечения Но оно тянется у меня с детства Которое пришлось на пресловутые Кем-то нелюбимые, а кем-то напротив 90-е Игровая индустрия только формировалась И до нас доносились с одной стороны Обрывки видеоигровой информации Любящих лицензионную продукцию Запада и Европы А с другой стороны тонны пиратской Более доступной видеоигровой продукции Из Китая Которая могла как разочаровать своим низким качеством Так и подарить простому ребенку Из бывшего СССР Многие и многие часы наслаждения Причем за вполне адекватные даже по тем Голодным временам деньги Все, что для этого было нужно Правильно выбрать игровой картридж И немного удачи, чтобы выбранный экземпляр Корректно работал И вот в канун одного из новых годов У меня как раз совпали эти два фактора И мне в руки попал картридж Который я до сих пор считаю Одним из лучших игровых картриджей Когда-либо попадавших мне в руки Вот такого красавца Мне когда-то подарили родители на Новый год И это был всего лишь третий картридж Из всех, которыми я обладал Первый был вот такой Он шел в комплекте с моей пиратской приставкой И на нем не было особо интересных для меня игр Разве что Mario Bros. нет-нет Да чем-то притягивало Хоть и ненадолго Второй картридж я вам показать не могу Так как им не обладаю И даже не помню, как он выглядел Но там было 30 с чем-то игр Среди которых была Ninja Gaiden 3 Super Contra, Silkworm И еще несколько игрушек помельче И этот картридж, как вы можете догадаться Уже заставлял меня пищать от восторга А вот третьим номером у меня появился Как раз вот этот герой сегодняшнего выпуска И если я вам сейчас скажу Что ни одну из этих игр я до этого не играл То вы поймете Купив его, я сорвал джекпот Я не знаю, многие ли из вас бывали в подобной ситуации Но когда ты ребенок в 90-е И тебе в руки попадает картридж На котором 4 большие, топовые Графонистые, музыкальные игры Ты просто понимаешь, что впереди Десятки и десятки часов чистейшего кайфа И я не буду врать, что помню Потому что в действительности я не очень помню В какую из игр я начал играть первую Ну а мне кажется, что это была Чип и Дейл Часть 2 И я уже не раз рассказывал на канале О том, что в первую часть Чипа и Дейл Я поиграл при тех условиях, что мне ее дали Поиграть на час А тут была даже не первая, а вторая часть игры По мотивам одного из самых классных диснеевских сериалов И вся она была моя И я теперь мог играть в нее до тех пор Пока меня от нее тошнить не начнет И никто у меня ее не мог забрать Поэтому скажите мне Это ли не счастье для ребенка? На тот момент, конечно же, мне казалось Что вторая часть во всем превосходит первую Даже начальная заставка была круче Если в первой части нам просто показывали Красивый титульный экран То тут была целая предыстория с прожектором И попаданием под его луч главных героев А потом и еще одна заставка с тюрьмой И пролетающим над ней дирижаблем Который, как оказывалось, вытащил из заточения Кота Толстопуза Но тогда я не уверен, что я вообще что-то знал о сюжете Потому что я никогда особо не следил за сюжетами в играх Но я всегда с удовольствием смотрел именно заставки Просто как какие-то цветные картинки Как некоторый мультик Пусть немножко такой упрощенный Ну а сама игра, разумеется, просто не могла мне не понравиться Уже первый уровень доставлял своей проработанностью Я всегда любил любые сюжеты, связанные с тем Каково это быть очень маленьким в нашем обычном человеческом мире И вот тут в первом уровне это чувствовалось полно Уж очень хорошо было проработано в деталях И закусочная, и кухня со всей своей утварью во второй части уровня И еще, помню, мне всегда нравилась задумка с пробками В моменте, где стояли бутылки с газировкой И надо было с одной на другую пробку перепрыгивать Когда они выскакивали из бутылок Ну а первый босс, вот этот вот розовый заяц на каком-то пылесосе Он, зараза, был сложный достаточно Несмотря на то, что это все-таки первый босс Даже сейчас он способен немного утомить Но тогда он прям заставлял понервничать А потом после первого уровня был бонус уровень И на самом деле вот эти бонус уровни Я не помню, они были после каждого уровня или нет основного Но вот эти бонус уровни, они всегда меня очень забавляли А потом был уровень в канализации С такой достаточно атмосферной музыкой И я помню, что там были враги, похожие на гремлинов Которые по факту, наверное, летучие мыши Но мне они всегда действительно напоминали гремлинов из одноименного фильма И помню еще босса Он тоже был на крыльях и тоже, кстати, был непростой Но по факту я хорошо помню только первые 2-3 уровня Потому что, сами понимаете, когда ты постоянно пытаешься пройти игру Первые уровни запоминаются лучше всего Потому что там больше всего попыток проходит Вот, а следующие уровни уже как-то, ну, вспоминаются мне, наверное, более так туманно Но я неплохо запомнил уровень в трюме корабля Потому что там ползали такие забавные ежи И еще там был босс, который, мне кажется, больше всего доставлял мне проблем Потому что даже сейчас о нем вспоминаю Я испытываю к нему определенный негатив Наверное, самое большое неудобство, связанное с ним Это то, что приходилось постоянно двигаться и прыгать с платформы на платформу Потому что экран все время двигался вверх Ну, это я вам сейчас как бы рассказываю о сложностях Но тогда они воспринимались совсем по-другому Тогда я просто понимал, что я только-только начинаю какое-то огромное путешествие И впереди еще не только эта игра, но и еще три игры Поэтому я, как мне кажется, просто кайфовал от всего происходящего Правда, вот от чего я никогда не кайфовал в играх Это от зимних уровней А в Чип и Дейл 2 был отвратительный уровень в холодильнике И там еще дули какие-то вентиляторы, которые тоже подбешивали Но при этом-то была прикольная анимация Когда Чип и Дейл висели в воздухе Они так кружились вокруг своей оси И я всегда любил какие-то такие графические фишечки в играх И, кстати, эта же фишечка радовала и в другом уровне, который я уж помню хорошо Это дом с привидениями, и там вокруг своей оси крутились ожившие подсвечники Ну и вообще, сама атмосфера уровня и, опять же, музыка Все это очень радовало меня, как ребенка И как любителя всякого рода мистики и ужастиков И босс там был очень красивый То ли призрак, то ли мумия Но нарисован был эффектно И вообще, вот так, вспоминая сейчас игру Я, конечно, понимаю, что Чип и Дейл Это очень разнообразная игра Что первая, что вторая часть Чего там только не было Там были и шахты с поездками на вагонетках Были какие-то часовые башни, типа как в Костельвании И еще какие-то заводы И в последнем уровне, да и вообще Как и во всей игре, была просто невероятная крутость и музыка Ну и последний босс, конечно, тоже был очень эффектный Я не столько помню что-то о сложности борьбы с ним Сколько я помню его визуально Но учитывая, что игру я впоследствии проходил много раз Не думаю, что он какой-то очень проблематичный, как босс Ну вот сейчас, несмотря на то, что я вспомнил эту игру Несмотря на то, что она мне действительно нравится Я понимаю по прошествии времени, что, наверное, на всем этом картридже Для меня Чип и Дейл 2 это самая слабая игра Потому что даже тогда, несмотря на то, что она мне очень нравилась Я всегда как-то подсознательно, что ли, понимал Что первая часть Чип и Дейл мне нравится гораздо больше Уж не знаю почему, но вот так вот повелось И я не знаю, с чем это было связано Возможно, с тем, что это была первая большая игра вообще Которую я увидел Я имею в виду первую часть И я имею в виду действительно большая А не что-то со сборников, где много-много игр в одном И тогда мне первая часть, я помню, показалась просто настоящим мультиком Которым можно было управлять И, наверное, просто потому, что это была вторая игра уже из серии Просто вторая часть Она меня впечатляла уже не так сильно Хотя, повторюсь, это, конечно, великолепная игра Но зато меня гораздо сильнее впечатлила другая игра на этом картридже По другому известному диснейскому сериалу Скажу честно, никогда не был большим фанатом мультика «Черный плач» И уж не знаю почему Не то, чтобы он мне не нравился Но если на Утиные истории или Чип и Дейл я всегда старался попасть То ЧП я смотрел постольку поскольку Если попадал, хорошо Нет, не особо и расстраивался Но вот игра мне понравилась гораздо больше Да, сначала она оттолкнул неожиданной сложностью Но потом как-то втянулся и играл уже с удовольствием Причем игра удивляла Во-первых, графикой и своими красками и музыкой А во-вторых, какими-то такими элементами, которые я на тот момент не часто-то и видел Ну, например, карта города, где можно было выбрать один из трех уровней И этому я вообще, помню, достаточно сильно удивился Потому что я не только увидел всего лишь три уровня в этой игре Но я еще увидел, что можно их проходить в любом порядке Мне кажется, такого я до этого действительно еще нигде не видел Хотя, учитывая сложность игры, потом мне начало казаться, что три уровня это вполне нормально Но начинал я, конечно же, всегда с моста Это была классная локация, живописная Плюс ко всему, как и остальные, совсем нелегкая Особенно, когда за твоими плечами нет многолетнего опыта и игры в подобное Там действительно была куча сложных моментов Прыжки по крюкам в воздухе, когда каждая ошибка стоит жизни И плюс ко всему тебя отбрасывают от прикосновений к врагам Плюс были вот эти колесики на подвешенных тросах, падающие вниз И надо было вовремя с них спрыгивать Плюс еще какие-то шипы и вдобавок эти ужасные зеленые утки в плащах Которых приходится долго убивать И не уверен, что я сразу знал, что при нажатии кнопки вверх Можно прикрываться от вражеских пуль А без этого знания, сами понимаете, игра становилась намного сложнее Ну и первый босс, Квага С ним тоже все было не так просто Пока я узнал, что его легко убивать дополнительным оружием Которое падает на землю и разлетается в разные стороны Я думаю, прошло очень много времени До этого момента я всегда пытался убивать его обычными выстрелами из пистолета И это было практически невозможно Учитывая, что сверху на тебя еще постоянно сыпались банановые шкурки И потом, конечно, когда я уже разобрался со всем этим дополнительным оружием Понял, что к чему Ну, побеждать его уже не составляло никакого труда И он действительно умирал довольно быстро А я был горд, что наконец научился проходить первый уровень Хотя и второй, и третий уровни меня пугали гораздо более сильно И я действительно думал, что это какие-то, ну, крайне сложные уровни На городских улицах было много сложных врагов Сначала это были вылезающие из земли огнеметчики Потом там еще были черепахи, которые забавно чихали и мерзли, когда оставались без панциря Я тоже очень не люблю этих врагов за то, что их очень надо долго убивать Но самыми ненавистными врагами для меня были вот эти, как я их тогда называл, капитошки Это такие оранжевые прыгучие шары с головой и с пистолетом в руках И когда я в них стрелял, пули просто пролетали мимо Причем на самом-то деле было понятно, что стрелять им надо в этот самый мигающий шарик на голове Но я просто не мог в него попасть И я не знал, как это нормально делать Причем попадание надо было там, по-моему, то ли два, то ли три А там попробую еще хотя бы один раз попасть Но потом я привлек на помощь турбокнопки И расправляться с этими врагами стало очень легко Просто надо было зажать турбокнопки выстрела и прыжка одновременно И вот так понемногу, заходя все дальше и дальше Я уже мог проходить и первый уровень мост И доходить до второго босса, который был уткой-оборотнем Но впоследствии, конечно же, он тоже, что называется, натиска не выдержал Но вот третий уровень, действительно, из этих всех трех Мне, помню, первое время казалось просто каким-то нереально сложным Даже каким-то непроходимым Да даже и сейчас мне этот уровень кажется непростым Хотя я проходил черного плаща очень много раз за свою жизнь Во-первых, там есть вот это выключение света, когда ты почти ничего не видишь И на тебя налетают черные вороны, у которых видны лишь глаза А во-вторых, движущиеся платформы с шипами тоже вообще не радуют своим наличием Добавить к этому еще крокодилов, которые убиваются с четырех попаданий И кенгуру, кидающихся бомбами И я думаю, это вполне может немного подпортить психику ребенку Мне кажется, даже босс этого уровня далеко не такой сложный был, как сам уровень Во всяком случае, я не помню, чтобы я с ним долго мучился Но знаете, что на самом деле могло подпортить психику ребенку? Это то, что пройдя вот эти три уровня И уже думая, что ты столько намучился И вот-вот уже конец игры близок Ты вдруг понимал, что нифига И в этот момент я видел на карте еще целых три уровня Не один какой-то дополнительный, а реально три И при этом никаких паролей и ничего такого И я просто помню охренел от этого Потому что там и первые три уровня Попробую пройти, там столько мучений с ними И проходятся они долго А тут еще целых три уровня И каждый просто пугал своим наличием И даже несмотря на то, что я в игру вроде бы уже более-менее втянулся Разобрался со всеми ее механиками Но в этот момент он действительно как-то врезался мне в память И для меня это был некоторый шок Но как ни странно, следующий уровень леса мне давался более-менее нормально Хотя, конечно, живучие хищные цветы на деревьях подбешивали капитально Да и совы покоя не давали Но я помню, что я просто влюбился в этот уровень В первую очередь из-за музыки в нем И даже до сих пор эта музыка Мне кажется, войдет в мой личный топ-10 мелодий с 8 битки от Nintendo Кроме того, этот уровень еще был и очень красивым Наверное, в большинстве своем из-за водопадов, которых тут хватало А вот босс, вроде бы это Бушрут Или как так его звали Он был сложный Он как и Квага на мосту постоянно перемещался то вверх, то вниз И в него было сложно попасть И плюс из деревьев вылезали руки, которые чем-то постоянно кидались В общем, душный был тип И учитывая, что до него еще надо было дойти С ним сражаться было страшновато А следующим уровнем для меня из этих трех всегда были городские улицы И вот этот уровень для меня всегда был какой-то странноватый Потому что начинался он как будто где-то в порту Или на какой-то набережной Но потом ты попадал в какие-то катакомбы Похожие на древние руины Или это, может быть, были подвалы какого-то исторического музея И враги там были соответствующие Какие-то летающие джинны и еще другие джинны вылезали из лампы Убить их можно было только стреляя в эти лампы И, несмотря на такое, казалось бы, колоритное место действия Мне кажется, этот уровень самый невзрачный в игре И мне даже нечего особо о нем вспомнить Даже босс Мегавольт в нем, если я не ошибаюсь, какой-то слабенький И проблем не доставлял Но вот последний уровень из этих трех И я тогда действительно надеялся, что это будет последний уровень Этот уровень не только был сложнее, но и локация была поинтереснее Все-таки строящийся небоскреб Учитывая, что небоскреб в 90-х это вообще было что-то невиданное для нас Все-таки эта локация была куда колоритнее Из врагов я хорошо помню там здоровых таких мышей-баскетболистов Которые тоже такими были крепкими ребятками И, помню, роботизированных собак С ним вроде бы сложностей больших не возникало Хотя вот попаданий им требовалось много для того, чтобы их убить Вообще уровень запоминался тем, что он был практически весь вертикальный Все время приходилось куда-то лезть То по балкам, то по платформам, то по фонарям И все это для того, чтобы добраться до очередного сложного босса С которым тоже, ох, как мне всегда приходилось повозиться Да, я помню, что в своем ролике про эту игру Паша, киноман, рассказывал, что он легко убивается вот этим разлетающимся на полу оружием Но его надо донести из другого уровня А я никогда ничем таким в этой игре не занимался А потому старался его убивать с помощью того, что есть Ну и как ни крути, рано или поздно у меня это получилось И что бы вы думали, разумеется, открывался еще один уровень То есть концом игры по-прежнему даже не пахло Потому что последний уровень давал фору всем предыдущим уровням вместе взятым Это был огромный корабль, на котором проблемы могли доставить Во-первых, собаки, стреляющие огромными ядрами Во-вторых, зеленые бронированные утки с ножами Те самые из первого уровня В-третьих, рыцари на игрушечных лошадках Которым надо было стрелять исключительно в спину В-четвертых, сдувающиеся курицы из лесного уровня, когда в них стреляешь И в-пятых, вот эти гады напрягали больше всего Роботизированные стреляющие утки Которые после того, как у них сгорала кожа, начинали идти на тебя И неудивительно, что и я, да и наверное все в детстве называли их терминаторами Это были действительно очень трудно убиваемые ребята Но самым неубиваемым говнюком в этой игре для меня Всегда, конечно же, был последний босс этой игры Стальной Клюв Я вообще не понимал, как его убивать Этот гад прятался за своей железной дверью И понятно было, что надо ее разбить Но добраться до нее было нереально сложно Потому что постоянно атаковали нескончаемые летающие яйца Я понятия не имею, как Но как-то удалось потом, спустя еще много-много попыток пройти игру Понять, что надо очень быстро запрыгнуть на крайний левый этот канделябр И если все получится, то можно спокойно избивать яйца и стрелять по двери И за ней, во-первых, было восполнение жизни А во-вторых, Стальной Клюв спускался вниз И хоть он и был по-прежнему опасен Но уже, по крайней мере, было понятно, как его убивать И для этого требовалось только время И вот этот момент, момент последнего попадания в Стального Клюва И момент прохождения черного плаща На самом деле остался у меня в памяти Потому что не так много, на самом деле, таких моментов остается в памяти Многие игры я проходил, но уже сейчас не помню, как это было Но вот что касается черного плаща, то вот этот момент он прям запомнился Я прошел ее очень поздно вечером Так поздно, что моя мама уже много раз мне сказала, что пора выключать телевизор и ложиться спать А я все говорил, что мне осталось буквально чуть-чуть и просил ее подождать И вот на этом стыке, когда терпение заканчивалось и у меня, и у моей мамы Я впервые и увидел конечную заставку Я уже встал с дивана, как бы показываю, что я уже закончил играть И стоя, стоял и смотрел, как черный плащ едет по дороге Потом наезжает на камень и летит в небо, как бы влетая в луну И для меня это было облегчением Довольно я мог спокойно идти спать И все, о чем мне оставалось подумать Это в каких красках я буду рассказывать друзьям Как прошел эту очень сложную по тем временам для меня игру И это сейчас я вам за полчасика рассказал, как я быстро прошел эти две игры Но на самом деле тогда, конечно, это были целые огромные отрезки времени Отрезки времени с мучениями, с нервами И со стремлением все-таки добиться окончания и посмотреть концовки этих игр При том, что я понимал, что впереди у меня еще целых две таких же больших и сложных игры И тогда, кстати, я еще не знал, что черный плащ окажется для меня не самой сложной игрой На этом сборнике А вот самая сложная для меня оказалась игра, про которую я вообще не мог ничего такого подумать Потому что выглядела она как нечто такое жизнерадостное и детское Но вот больше всего сложности и боли мне доставила игра Тинни Тун Вообще, я не уверен, что на тот момент я знал что-то про вселенную Тинни Тун Я подозревал, конечно, что это что-то от Warner Bros. хотя бы по характерным радужным кругам Которые были похожи на те, что были в мультиках от этой студии в конце Где всегда писали надпись That's all folks Но ни одной серии именно Тинни Туна я и не видел Поэтому мне не была особо интересна история в этой игре И главное, что меня в ней радовало, это опять же графика и музыка Хотя управление мне и тогда, и сейчас кажется не самым отзывчивым Отсюда, наверное, и были мои проблемы с этой игрой Причем даже уже в первом мире из шести, которые были на карте Даже в нем у меня возникли проблемы Особенно в темных локациях, где неожиданно выскакивали всякие призраки Плюс ко всему, я еще не сразу разобрался с фишкой Что тебе надо перед каждым уровнем выбирать дополнительного персонажа Ты потом его можешь менять И у каждого еще из этих персонажей есть свои определенные уникальные способности Тасманский дьявол, или как я его называл, волк Мог крутиться вихрем, убивая врагов Утенок мог парить в воздухе, а кошка могла цепляться за стены И это тоже влияло на тактику прохождения уровней, разумеется Но я как-то бежал в тупую зайцем в первое время И поэтому довольно быстро отхватывал Потом, конечно, когда разобрался, уже стало чуть проще И я довольно часто выбирал утку как дополнительного персонажа Просто потому, что с его парением в воздухе Было больше шансов не свалиться в какую-нибудь яму Или даже удобнее было прицеливаться при приземлении врагам на голову И те же самые морковки было собирать тоже удобно А за 30 морковок у поросенка в магазине Всегда можно было купить дополнительные жизни И вот как-то худо-бедно к механике игры-то я привык И даже уже начал довольно часто видеть эту смешную птицу в конце Которая издавала какой-то странный звук Но все равно эта игра мне всегда казалась какой-то, честно говоря, ну прям сложной Если с первым миром на карте проблем не было особо И даже босса в первом мире я как-то быстро научился проходить То, начиная со второго, игра продвигалась у меня всегда немного со скрипом Во втором мире для меня сложноватым казался и подводный уровень И запутанный уровень на пиратском корабле Где постоянно надо было искать пути, бродя среди мачт Правда, вот насчет босса, пирата, я ничего не скажу Мне кажется, что он вряд ли мог бы мне доставить какие-то проблемы тогда Все-таки ему требовалось всего три удара А сделать это было, ну, по-моему, не так уж и сложно А в третьем мире была сначала лесная местность А потом начинались пещеры и везде тоже проблем хватало В лесу, помню, были какие-то черные ежи, которые напоминали мне сонников И, конечно же, куда же без них, там были осы, вылетающие из ульев И уворачиваться от этих ос было очень сложно Я еще брал постоянно утку по привычке Хотя потом разобрался, что лучше в этом уровне брать волка Который крутится вихрем и таким образом было удобно от чего избавляться А вот в пещерах, ну, естественно, там было полно летучих мышей И битва с боссом тоже проходила там же под землей И это был какой-то волк или что-то вроде того А вот четвертый мир в этой игре мне всегда казался очень необычным Не знаю, как-то странно было видеть в игре про кучу зверьков Которые до этого бегали столько уровней в естественной для себя среде обитания Современный кирпичный город с разными домами, заборами и мусорными баками Вроде ничего особенного, а я этого просто не ожидал И мне, кстати, нравился четвертый мир именно этим Хотя он не был исключением и тоже казался мне сложным И еще не сразу было понятно, как убивать босса, большую гориллу, которую охраняли ее детеныши Разумеется, я сначала пытался до нее допрыгнуть Но потом уже понял, что все, что надо, это просто уворачиваться от мелких обезьян И ждать, пока горилла сама себя не угробит Но знаете, что я на самом деле запомнил после победы над этой гориллой Вот именно после нее случилась очень неожиданная для меня вещь Про которую я даже и не подозревал В тот момент, когда я должен был на карте мира начать прыгать в пятую зону По какой-то причине прилетела летающая тарелка И я оказался на экране с боссом в виде утки Дарта Вейдера И даже не успев разобраться, как вообще ее побеждать, я сразу же проиграл Потом же опять оказался на карте мира и попрыгал дальше И потом еще такое происходило, опять же, несколько раз при других попытках пройти игру Потому что, ну, сами понимаете, игра была сложная И таких попыток я предпринимал много И каждый раз эта тарелка, она прилетала после разных уровней И я вообще не знал, от чего это зависит И вот этот космический корабль, он прилетал И я даже научился потом побеждать эту утку И за победу над ней давали сразу же три жизни Но я так и не понимал, почему она иногда прилетает И только потом, уже спустя много лет, я узнал, что прилетает на самом деле этот космический корабль Если ты заканчиваешь уровни с морковками, которые у тебя кратны 11 То есть, если у тебя 11, 22, 33 морковки и так далее Уж не знаю, почему именно эта цифра, но, тем не менее, этот секретный босс, он появляется именно в такие моменты Ну, а пятый мир в игре мне вспоминается как полная психоделия Там были совершенно кислотные цвета на фоне, плюс куча непонятных врагов Плюс надо было повсюду собирать этих маленьких птичек серых В которых я тогда по незнанию о том, кто это вообще такие называл носками И мне они почему-то напоминали именно ожившие носки И там, по-моему, даже не было босса Надо было просто собрать все эти носки Тогда в конце уровня появлялся просто большой носок, который оставлял тебе ключ И да, я забыл упомянуть, что в этой игре надо было собирать именно ключи И их давали после победы над каждым боссом Ну, то есть, в конце каждого из миров на этой карте И эти ключи, они как раз нужны были для того, чтобы по итогу открыть пять запертых дверей в шестой зоне, в которой был банк И надо было через много разных препятствий, минуя охранников и здоровых собак, которые быстро бегали и пытались тебя сбить Через все это надо было добраться до последнего босса, которым был этот парень, которого, если я не ошибаюсь, зовут Монтана Макс И вот он мне, конечно, казал в свое время очень сложным Бить его надо было в прыжке с перчатки, который тоже представлял угрозу Плюс показывался он только иногда и для удара был доступен редко И плюс ко всему, по помещению постоянно летали крутящиеся монеты Что тоже, честно говоря, напрягало И уж не помню, сколько попыток пройти игру и босса я предпринял И в итоге, конечно же, я все прошел Посмотрел, что называется финальный мультик Но вот до сих пор помню, вроде бы, детскую игру Тинетун как сложную игру За которую не так уж и просто сесть поиграть вновь Все-таки что-то, какие-то воспоминания немного доотпугивают Чего я не могу сказать о последней игре на этом картридже За которую я взялся, как за игру, которую буду проходить Потому что они у меня очень хорошие воспоминания Я не помню каких-то больших трудностей в ней Я не помню, чтобы она меня разрывала И эта игра Ninja Cat И, честно говоря, я не знаю, почему я всегда откладывал ее на потом Я действительно взялся за ее прохождение в последнюю очередь Наверное, просто потому, что все остальные игры были мне более-менее понятны А это было что-то японское Что-то, что было с кучей иероглифов Для меня незнакомое Я понятия не имел, откуда тянутся корни этой игры И поэтому я так как-то, наверное, с опаской к ней относился Хотя потом понял, что ничего страшного в ней точно нет А даже наоборот, игра прекрасна На деле, Ninja Cat оказалась просто замечательной Очень веселой, красивой музыкальной игрой С кучей разных фишек и интересных игровых моментов Я тогда и знать не знал, что на самом деле Это игра по мультсериалу Samurai Pizza Cats Который был популярен в Японии Да и игра так же называлась Но пираты у нас ее назвали просто Ninja Cat Так я ее и знал И для меня это была просто игра про котов Которые сражались с какими-то врагами Там были классные мультяшные заставки И я хорошо запомнил самую первую Где на город нападал неожиданно здоровый черный робот-утка И еще в игре, как я уже упомянул Была очень классная музыка Плюс с первых же секунд на тебя нападала куча разнообразных И довольно смешных иногда врагов И вообще выглядела игра прям очень бодро и классно Но я совершенно не знал, как пройти дальше в этой игре Запарываясь уже буквально четвертом или пятом экране первого уровня Я упирался там в стену И все, для меня это было тупиком Я в тот момент и английский-то особо не знал А уж по-японски я точно читать не умел И не умею сейчас И я просто упирался в эту стену И не знал, что делать Нигде ничего не объяснялось, естественно И я не знаю, как это получилось Но мне кажется, что скорее всего так Я просто уже начал со злости и нервов Тыкать на все кнопки Вообще на все Не понимая, как пройти дальше И в какой-то момент раз И выбрался другой кот И оказывается, что в этой игре Тоже была способность Вот так менять персонажей Брать тех, у которых есть способности Помогающие пройти игру дальше Именно в этот момент И я об этом узнал Не факт, что я выбрал нужного кота Который сломал стену Но я по крайней мере же выбрал другого кота Я понял, что в игре есть эта возможность А дальше было уже дело техники Просто разобраться, как это происходит И разобраться, какой из котов Обладает какой способностью Потом я естественно разобрался, что к чему Посмотрел всех персонажей Оценил их способности И возликовав, начал проходить игру Там, по-моему, один персонаж Как раз мог ломать стены Другой хорошо плавал Третий мог летать Или что-то вроде того Сейчас могу ошибаться Еще один из котов мог бурить грунт Это тоже было важно Для прохождения некоторых мест В общем, суть в том, что у меня появился выбор И надо было просто брать нужного персонажа Под стать ситуацией в игре Но вот что меня еще удивило в этой игре В первый раз Это то, когда я впервые свалился в воду На одном из уровней Я привык до этого, что вода в подобных играх Это всегда враг Попадаешь в воду, умираешь Тут же я упал в воду И просто провалился вниз Как бы в подводную часть уровня И мне это показалось так круто И так необычно И вот этим моментом игра прям сильно запомнилась И еще игра запомнилась тем Что по меркам 8-битных игр Она на самом деле была достаточно долгая Естественно, в ней присутствовал весь набор локаций Для игр такого жанра И город, и какие-то пещеры с подземельями И очень красивая локация с ночным лесом И я прям запомнил С месяцем в небе и плывущими рядом облаками Потом был еще корабль Естественно, куда же без кораблей Причем там был корабль не только водоплавающий Но и летающий И, соответственно, платформинг в небесах Тоже никуда не девался И еще, поскольку игра мультяшная и японская Там были совершенно безумные красочные локации Которые вообще к какому-либо определению не подходят Просто японская дичь, что называется, на фоне И все Но это наоборот, мне кажется, делало игру веселее и уникальнее Тем более на фоне трех других игр с этого картриджа Но безумными в игре были не только локации Еще безумными в игре Я уже тоже упомянул об этом немножко Безумными в игре были враги Из некоторых врагов я действительно мог засмеяться Они мне очень нравились Ну, когда видишь первый раз И действительно не ожидаешь подобного Например, меня всегда забавляли какие-то кучерявые мужики Которые мылили себе волосы И от их головы разлетались мыльные пузыри Потом там были еще какие-то бегающие бананы на ножках Музыканты, вокруг которых разлетались ноты Какие-то безумные роботы И куча-куча еще разных очень нелепых, но забавных врагов Сразу видно, что игра японская на самом деле И о том, что игра японская Можно было очень хорошо судить по тому, какими в игре были боссы Например, я помню самого первого босса Он был такой большой, довольно страшный, хоть и не сложный Во втором уровне я хорошо помню огромную, летающую и довольно красивую, кстати, рыбу А позже, в уровне с ночным городом, была тоже летающая, но уже голова свиньи, например Помню, был еще немного сложноватый, большой и красиво нарисованный босс Какой-то роботизированный лис И еще из боссов очень запомнилась девочка-вампир, напускающая летучих мышей Она совсем, как помню, выглядела не злобно И даже как-то выбивалась внешним видом из стаи других боссов, как мне кажется И было еще много боссов, игра же была не короткая Но мне вспоминается еще какой-то робот-петух на роликах И, конечно же, последний босс, потому что я тоже не сразу же его одолел Это была какая-то зеленая птица, видимо, главный враг ниндзя котов в мультсериале, не знаю Но я тогда мало что понимал в сюжете, так как японским, как уже говорил, не владел и не владею по сей день Но я всегда смотрел в этой игре заставки, потому что, повторюсь, какие же великолепные в игре заставки Какие же они сочные, разнообразные, и там всегда что-то происходит Одни эти заставки можно было в детстве смотреть реально как мультик И было совершенно плевать, что ничего не понятно Картинки на экране нравились мне очень сильно И я не хочу врать, у меня нет воспоминания именно как я прошел игру ниндзя кэт Как я одолел последнего босса Но зато я помню хорошо, что когда я прошел все четыре игры на этом картридже Я был очень горд с собой, потому что это было круто Я прошел четыре крутых, довольно сложных игры Но не это было еще самым главным на самом деле Самым главным было то, что у меня в руках оказалась очень крепкая валюта А точнее оказался очень желанный экземпляр для любого парня из района Потому что на этот картридж хотели поменяться все И для меня тогда просто открылся какой-то ящик И посыпался какой-то шквал новых, нереальных, крутых игр для восьмибитной приставки Всякие бэтмены, зены ниндзи, черепашки ниндзи И все-все самое крутое, мне кажется, я увидел в первую очередь благодаря этому картриджу Но потом, естественно, время шло У меня появилась Sega Dendy я подарил двоюродной сестре Этот картридж я не помню, отдал ли я приставку вместе с ним Или потерял его еще раньше И этот экземпляр я купил уже потом, как дань памяти тому самому ему Но на самом деле сейчас, держа его в руках, я испытываю все те же самые эмоции Я понимаю, что в этом картридже заключены не просто 4 игры Заключена довольно большая часть моего детства, пока я их проходил Довольно важная для меня часть детства И почему на самом деле этот ролик называется «Воспоминания и ожидания»? Ну, наверное, потому что на самом деле я всегда жду момента Когда я смог бы пройти все 4 игры подряд, опять вот так, уделить этому время И я всегда не нахожу этого времени, к сожалению Потому что во взрослой жизни находить его стало гораздо, гораздо сложнее Как оказалось, да, о чем мы не знали тогда И плюс ко всему, наверное, я ожидаю, что может быть когда-нибудь Кто-нибудь сделает какие-нибудь красивые ремастеры Хотя бы на одну из этих игр Ведь получилось же у ребят из WayForward, которые сделали DuckTales, да? Так почему не может получиться у кого-нибудь еще? Я бы с огромным удовольствием поиграл бы в любую из этих игр Благодаря того, что может быть кто-то из современных детей Может быть тоже запустит одну из этих игр И получит от него удовольствие, пусть и в условно новой обложке А мне не остается ничего Как еще раз поздравить вас с новым наступившим 2022 годом Пожелать вам всего самого прекрасного Не забывайте о своем детстве В нем было прекрасно, уверен, большинству из нас И нет ничего плохого в том, чтобы иногда об этом вспоминать Но и не забывайте о настоящем А в настоящем у нас же 2022 год Вы можете себе представить 2022 год? Фу! Это, блин, будущее Это будущее, которого мы еще даже не видели в свое время В любом случае, я желаю вам в этом будущем всего самого прекрасного Берегите себя, берегите своих близких Будьте здоровы И я очень надеюсь, что очень скоро мы с вами увидимся вновь А на этом все На этом все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...